Сегодня по всей стране отмечают Всероссийский день самбо. 16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ о развитии борьбы вольного стиля. В Чебоксарах к дате приурочили республиканские соревнования. Гимны России и Чувашии для участников республиканских соревнований по самбо в этот раз звучали в исполнении Оркестра управления Росгвардии по Чувашии. Этим видом спорта занимаются не только многие сотрудники этой федеральной службы, но и вообще те, кто посвятил жизнь защите права порядка и страны. Так спортсменов поприветствовал участник специальной военной операции. Я вот с детства занимаюсь спортом, самбо занимался. Все друзья мои самбисты смело сдают характер. Молодым людям хочется сказать, что именно они занимались спортом. Все доброта, защита Родины, добрые дела отсюда, от самбо, от спорта идет. Самбо – это скорее система воспитания, а не просто вид единоборств. Его разработали в 1920-х годах в Советском Союзе как смесь различных боевых искусств. Сейчас самбо – единственный в мире вид спорта, где русский язык признан официальным языком международного общения. Этот вид спорта является в нашей республике базовым. Им занимается более 4 тысяч человек. И с каждым годом это количество растет. Этому способствует и всероссийский проект «Самбо в школе», который стартовал в этом году. Дети в честном восторге. Я первый раз услышал, что дети, когда на перемене бегут и говорят «Ура, урок самбо». Для меня это лучшая похвала, если честно. Обучать Азам самбо школьников начинают с 4 класса. Как показывает практика, тот, кто когда-либо начал заниматься, остается в этом виде спорта навсегда. Как, к примеру, Владимир Мальков. Да, Олег, тебе уже пора хватить третьи места занимать. Самое главное – ты должен попасть в самое малое для тебя задание. Это пойти попасть в финал. В зал он пришел в 16 лет, а в этом году уже ведущему тренеру Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва номер 10 исполнилось 72 года. Борьба с самбо для меня – это все. Лучше другого вида я не знаю. Борьба с самбо дает все – силу, волю, характер. И, по-другому говоря, то, что проходит борьбу с самбо, он получает очень хорошую путевку в жизнь в дальнейшем. 16 ноября – во Всероссийский день самбо. Спортивные праздники проходят повсеместно. Сегодня также утвердили флаг сборной страны, клятву и кодекс самбиста. Ольга Пырочкина, Павел Редков. Национальное телевидение «Чувашия».